Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games И сегодня, друзья, я в рубрике прогноз уже выпустил Один матч, где ЦСКА играет против Леона А сейчас нас ожидает противостояние Лейпцига и российского Зенита Выходной день пришелся как нельзя к стати поклонникам футбола И им можно не выбирать между просмотром этого самого футбола и сном Сегодня состоится 1-8 финалов Лиги Европы И один из самых интересных матчей будет в Лейпциге Где местная команда примет Зенит Что сказать? Не повезло немцам встретиться с Зенитом именно сейчас Сини-белоголубые очень злые, потому что Амкар украл, по их мнению, победу Напомним, Зенит не смог обыграть дома Амкар И по ходу матча потерял из-за удалений двух игроков А в 1-16 Зенит оказался сильнее Селтика Причем выездную игру российская команда проиграла А Лейпциг, как и Селтик, спустился в плей-офф в Лиге Европы Спустя выступления на групповом раунде Лиги Чемпионов И сразу попал на Наполе Неаполитанцев удалось пройти только за счет правила забитого гола на чужом поле Со счетом матчей в Бундеслиге Лейпциг не может победить уже на протяжении четырех игр Зенит упустил возможность приблизиться к лидеру в чемпионате России И его игроки выглядят очень нервными Какая из команд смогла быстрее наладить климат в коллективе мы узнаем сегодня Первый момент уже у хозяев и было опасно достаточно Оу-оу-оу! Вы посмотрите, что делает Лунев Выбиваем мяч прямо с линии ворот И скорее всего мяч эту самую линию не пересек И еще удары вытаскивают вратарь питерцев этот мяч Лейпциг с первых минут начал прессинговать, а букмекеры, если вдруг кто-то не в курсе, дают очень маленький коэффициент на победу хозяев. 1.60 и вот так вот Лунев из девятки еще раз вытаскивает. Букмекеры дают 1.60 против 5.80 на Зенит. Если честно, я даже немного удивлен такому высокому коэффициенту на питерцев. И как по мне, то можно попробовать рискнуть поставить сегодня на Зенит хотя бы Икс. Хорошо, хорошо и можно подачу делать, но тут трикошет. Очередной уже четвертый угловой ворот питерцев, еще один момент и опять мяч приходится вынести защитнику с линии. Кришито, удар издали. Опасный момент у Лейпцига, но здесь Лунев на месте. Вот так вот первый тайм к концу подходит и, конечно, преимущество немцев чувствительное. Оу, вот это было опасно. Кейта бил поворотом. Ой, удары на месте Лунев. Ой, какой навес им можно было сейчас замкнуть. Оу, вот так вот, друзья. Лейпциг все-таки добивается своего и забивает гол Тима Вернер. 1-0, хозяева впереди. Ой, какой момент у Лейпцига. Удар и Лунев вытаскивает мяч из ближнего. Кокорин получает мяч и выходит 1 на 1. Александр бьет и сравнивает. Сравнивает счет Кокорин. Зенит воспользовался чуть ли не единственным шансом за всю игру. Вот так вот, друзья, 1-1. И я думаю, что этот результат вполне может устроить питерцев. Хорошая атака Зенита. Подача, удар и Зенит сейчас мог просто вырвать победу в концовке встречи. Атака продолжается. Кстати, еще один удар, но здесь на месте голкипер. О-о-о-о-о-о-о. Лунев, Лунев вырывает просто ничью для Зенита, друзья. На последних секундах теперь уже и хозяева могли выиграть эту встречу. Но в итоге ничья, которая оставляет больше вопросов, чем ответов. Кто же сильнее в этом противостоянии? Поэтому нужно это будет решить уже в ответной встрече. Я думаю, вам понравилось. Игра была очень захватывающая. И как по мне, этот прогноз действительно может пройти. Так что ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Подписываться в группу ВКонтакте. И до скорых встреч, друзья. Всем пока.